Доброго времени суток! Давайте посмотрим, что у него глубоко в подсознании. Такие вот прям глубокие расклады стали просить, что глубоко в подсознании. Давайте посмотрим. Во-первых, кто выйдет, подумайте о человеке. Расклад общей, девочки, никому не привязан. И если что-то не камильфо, перелистывайте. Не надо притягивать за уши, писать мне, знаете, вот так и так. Нет, все, что здесь говорится, так оно и есть. Если это не так, значит, не ваше. Что у него глубоко в подсознании? Кто выйдет? Притягивайте свои кадры сюда, если таково имеется. И хочется знать, не важно, бывший, сегодняшний, завтрашний. Тяните его сюда, будем смотреть. О, это бывший. Бывший дурачок, да? Рыцарь, чаш, господи, любовники, манипуляторы. Любовник-манипулятор, бывший, да? Расставание было с ним осознанное, развернулись по разной стороне, разошлись. Было все не то, что не определено. Тут не было даже заложено ничего, чтобы было серьезное. Понимаете? Как будет, так и будет. Дурак, да? В неизведанной потопали вдвоем. Вас-то начало убивать. Вы сказали, пойду-ка я одна туда, да? Может, что-то найду другое. Рыцарь, чаш, здесь герой-любовник. Еще раз повторяю. Девчонки, рыцарь, чаш, это человек, который любвеобильней, как и король чаш, да? Но если король чаш уже владеет всем, чем только можно, да? Такой, так сказать... Ну, короче, король чаш льет 3 литра воды, да? Ну, а рыцарь, чаш, еще только полторы. Полтора литра. Но уже знаток литья в уши знатный. Здесь, девочки, никаких серьезностей быть не может. Рыцарь, чаш, это такой человек, да? Который для бабочек в животе роман, да? Мимолетный. Даже если он у вас длится год, к примеру, это не значит, что это будет ваш муж. Этот мужчина, он создан для того, чтобы, видимо, женщинам облегчать, может быть, какой-то период жизни. Легкость, воздушность, игривость, флирт, несерьезность, понимаете, отношения. Все заложено в этом человеке. Ваш же мужчина здесь еще и знатный манипулятор. Он ищет подходы, учится, да? Здесь вы были для него предметом, да, обожания. То есть королева чаш. Тоже красивая, влюбчивая женщина, да? Она хочет любви, она готова любить. Она сама эмоциональность, сама нежность, играция, красота, да? Она, прям феромоны от нее так и отлетают, потому что женщина хочет найти мужчину, притянуть, но притягивать, да, не тех, кого бы хотелось, да? Притягивать те, кто защищается все время, скорее всего. Давайте посмотрим, да, что же у него глубоко в подсознании. Глубоко в подсознании. Что у этого человека? У рыцаря чаш. Что он там? Ну, это еще сразу же выпал, да? Манипулятор, сразу же, коротко и ясно. Кто бы сомневался. Манипулятор, девочки, да. Человек, который играет чужими жизнями, который может их сломать, может их оживить, да, ставить в разные позы людей. Это и есть такой человек, который... Ведь, что самое интересное, он это делает так, что поначалу незаметно. Все то, что происходит, да, люди осознают после. Как это все происходило. Человек это делает естественно. Он естественно создает те условия, в которых рядом, да, вот на кого он воздействует, человек начинает жить, думать, говорить, вообще все делать так, как надо ему. Это и называется манипулирование. Если это не так, то, ну, все, до свидания. Они не приемлю другого, да. Что же дальше у него? Девочки, человек вечно в конфликтах, либо человек сам по себе здесь конфликтный. Еще раз повторяю, что здесь либо правит он, да, либо никто. То есть он людей, которые не подчиняются, либо выходят из-под его контроля, он делает им до свидания. Девочки, ну, на этом то, что у него в подсознании, карта закрыта. Давайте посмотрим, что у вас в подсознании, раз вы спрашиваете. Ведьма. Ведьма меня здесь смотрит, у которой был разрыв, да, вот именно с водой связано, да. Ведьма. Женщина-ведьма. Либо здесь женщина, вот эта, которая меня смотрит, то бишь вы делали что-то на этого мужчину, да, чтобы его привлечь обратно. Какие-то любовные, может быть, обряды. Все-таки вода показывает, да, отношения, эмоции. Вот. Либо здесь вы сама по себе, ведьма-женщина с интуицией, да, которая потерпела вот этот вот крах в отношении, да, с человеком, который любил заливать ему, да. Но, девчонки, здесь у вас не любовь, здесь привычка. Здесь просто человек вас к себе подсадил, на себя подсадил. Все-таки мне интересно, раз подсознанки нам не показывают карты, да, просто манипулятор, да, который вот. Давайте посмотрим, что на сердце у человека. Семья, человек семейный, девочки. Здесь, оказывается, человек семейный пришел. На сердце семья, человек с семьей сейчас. И сейчас это ему важно. У него путь. Человек вернулся, вот та же девушка, вы, который смотрит, ваш мужчина, с которым вы расстались, здесь семейный. И здесь никак иначе, девочки. Если не семейный, не ваша. Здесь человек в сердце держит свою семью. Какой бы он ни был, да, игривый, гуляка, гулёна, любве бельный, да, все ему надо везде пощупать, потрогать, везде залезть. В семье у него есть только, ой, у сердца есть только семья, девочки. Семья. Ему очень важно вот это то, что там, где бы ни был, он всегда будет возвращаться туда. Даже если он, девчонки, если даже вместе не живут, по карте путь, да, он всегда будет возвращаться обратно. Мыслями, делами, деньгами. То есть человек может никому ничего не давать. Но в семью, даже если он не живет, он все равно будет приносить. Что еще в сердце? В сердце еще, девчонки, желание разбогатеть. Здесь человек защищает свою семью от нападок всех, да, и вообще старается, так как ощущение, что о ней не говорить. И здесь человек лелеет, мечту, да, в сердце у него теплится, что все-таки фортуна повернется к нему. Но это, скорее всего, насчет заработка какого-то, да. Давайте посмотрим, что в душе. В душе у человека что? Человек яркий, иногда ведет себя неадекватно. Но это, девочки, не он такой, да, он, он такой, это душа его такая, человек требует праздника. Требует праздника человек, да, и считает, что ему завидуют. Завидуют его вот этой вот неординарности, непохожести на всех. Завидуют, яркости. Человек самобытный, человек ароматный, человек яркий. Человек каждый раз пытается быть новым, да, человек пытается звездить и считает, что ему завидуют. Но он сам в себе такой, он всегда таким будет, он всегда будет, знаете, по типу, как выскочки. То есть он будет громко говорить где-то, да, привлекать на себе внимание, может подходить ко всем, даже если людей не знает. Очень легко идет на диалог, на знакомство, да, вообще такой вот человек открытый. Так, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что вот у вас на сердце. Сейчас знание для вас главное, да, все другое умерло. Знание. Сейчас женщина, да, в трансформационной эпохи, так сказать, своей. У вас сейчас трансформации идут. Вы полностью защищаете жизнь до, да, вы стираете ее из памяти, и сейчас у вас идет это обучение, то есть продвижение себя. Вы сейчас тянетесь к знаниям. Девочки, знания могут быть любые. Даже приготовить котлеты, не просто, да, фарш там еще что-то, а какие-то такие вот, это тоже знания. Поэтому, девочки, здесь как-то не привязываемся просто к слову знания, да, а мыслим глубже. Знания. Сейчас у вас знания. Что на душе? На душе у вас горечь. Вы все держите в себе. Никому вы ничего не рассказываете зачастую, да? Тайна. Держите все в себе. Вы, душа ваша плачет из-за того, что вами воспользовались. Воспользуюсь марионеткой. Здесь вы думаете, либо что-то было наведено на вас, да, использование чего-то. Либо здесь вы чего-то делали, и все это покрыто тайной. На мужчину, скорее всего, что-то могли делать здесь. Ну, либо что-то не сработало, либо сами по себе вы знали, что ваши отношения – это тайна. И то, что было, это всего лишь использование. Так, мы начали с того, что, да, в подсознании, но почему-то нам карты закрыли, его подсознание, сказав коротко, да, что к чему. Ну, давайте посмотрим, когда что в жизни вообще происходит. Начало, девочки, шанс у него на все. Сейчас человек абсолютно радуется жизни, абсолютно радуется. Начало нового этапа у него. Сейчас шанс на обновление, шанс на что-то новое. Может быть, с семьей, может быть, сам по себе. Девочки, здесь, скорее всего, у него, да, у него новое все. Да, девочки, здесь удача. Удача ему сопутствовала. Ну, девчонки, вы не печальтесь, недолго это будет. Человек сам по себе обосрется в любом месте. Здесь показано, что у него сейчас судьба предоставила ему новое, начало нового пути, да, шанс на обновление, обновление, понимаете, на чистоту, чистоту. Но, так сказать, она даже помогла ему, я не знаю, с каким-то выигрышем. Это может быть и неденежный, что-то такое, да, что-то подфартило ему. Девочки, он обосрется везде. Человек сам по себе, уйдя от старого, все равно туда вернется. Он, по идее, по своей охотник и лжец. нечестный человек, и чтобы ему сколько раз судьба не давала, да, суть у него одна, и возвращение будет к прежнему, да. поэтому вам советуется прозреть окончательно в плане этого мужчины, да, убрать все эти свои, как вам кажется, безысходность какая-то, одиночество, да, что вас не любят, и все-таки станьте мудрись, сейчас ударьтесь в работу, ударьтесь в себя головой, пожалуйста, и не думайте об этом человеке, да, что у него в подсознании, пусть интересует только его. он.